Помню, Духом Святым, сегодня сердца наши, милость Его, она над нами. И мы очень благодарны Богу за все эти благости и милости, которые Он сегодня являет для каждого из нас. Знаете, я хотел бы сегодня читать, может быть, немножечко так продолжить то, о чем уже говорили братья, да, потому что для нас, конечно же, это очень важно. Вот обратите внимание, мы читаем про Давида, да, но Библия говорит о том, что это действительно был великий царь. Это был великий человек по сердцу Бога, который очень много оставил в Священном Писании для нас, как мы должны жить, как должны поступать. Он умел любить, он мог плакать перед Богом, он мог каяться, воистину каяться. Да, он делал грехи, да, он согрешал. Знаете, в нем всегда была вот эта вот борьба, вот эта духовная, может быть, невидимая порой борьба, и Бог давал ему эту милость, потому что Бог видел сердце его и прощал его, потому что это было до такой степени глубокое покаяние. Я хотел бы читать места Священного Писания, которые очень много открывают нам в жизни, если только мы это берем за пример и начинаем жить в этом, начинаем использовать в жизни своей. Действительно была большая трагедия в семье его. Это была огромная печаль для Давида, когда Авесолом восстал против него. Знаете, началось, может быть, с маленького, с такой ярости, началось с такого гнева, с возмущения Авесолома в том, что отец, может быть, по его взгляду, поступил неправедно, да, не наказал Нона. И потом все пошло. Я думаю, что самая страшная проблема заключалась в том, что Авесолом довел себя до того состояния, что, я думаю, он практически согрешил во всех десяти заповедях. Но, обратите внимание, написано, когда началось это уже сражение, полное противостояние между Авесоломом и отцом, между его людьми и рабами, и людьми Давида. И все равно Давид, перед тем, как отправлять своих людей, он умолял их, чтобы они сохранили жизнь Авесолома. Он умолял их, и все слышали, и он это делал специально, принародно. Вот состояние его души, состояние его сердца. Написано, «И вышли люди в поле, навстречу израильтянам, и было сражение в лесу Ефремова. И был поражен народ израильский, рабами Давида. Было там поражение великое в тот день, и поражены двадцать тысяч человек. Сражение распространялось по всей той стране, и лес погубил народа больше, чем сколько истребил меч в тот день». Знаете, когда мы порой не вникаем в слова, которые оставлены священным Писанием, Библия говорит, вот, знаете, из-за такой ненависти народ разделился. Библия говорит, погибло двадцать тысяч человек. Но самое страшное, Библия говорит, лес погубил больше, чем погубил меч человека. Что там произошло, невозможно объяснить, невозможно рассказать. Но Библия конкретно говорит, что лес погубил. Как он губил? Они заходили в болоты или куда? Огромное количество людей. Это огромное бедствие. Он действительно согрешил. Не было в мира, уже в этой семье. И Библия говорит нам о том, что «И встретился весолом с рабами Давидовыми, он был на муле, когда, мол, вбежал с ним под ветвь большого дуба, то весолом и запутался волосами своими в ветвях дуба, и повис между небом и землею, а, мол, бывший над ним убежал». Вот давайте мы остановимся, да, на этом стихе, где Библия говорит о том, что когда, мол, вбежал, это был самый красивый человек в Израиле, и так говорит Священное Писание. Какие у него были красивые волосы, когда он их стриг. И вот этими волосами он застрял. Но акцент делается на том, что он повис между небом и землею. И для нас это очень важно. Знаете, мы сегодня порой живем, мы можем довести себя до такого состояния, что мы не можем разобраться, мы где. Мы кому служим? Насколько мы послушны Богу? Это печально, когда сегодня, к сожалению, порой, может быть, больше так молодым людям, они висят между небом и землею. И они не знают, что будет дальше. Что будет происходить дальше? Самое печальное, что Весолом так и не понял и не осознал, что у него была огромная ответственность перед семьей, перед отцом своим, перед Богом, перед которым он первоначально согрешил. И потом все пошло. Все то, что он уже не мог остановить. Вот я сегодня хочу говорить более молодым людям о том, что у каждого из нас есть определенная ответственность, в первую очередь, пред Богом, пред семьей, пред родителями. Я понимаю, что молодые люди очень часто не хотят быть взрослыми. И они стараются всячески выйти из определенного повиновения. И они даже не подозревают, что в тот момент, когда молодой человек выходит из повиновения родителей, он выходит из повиновения самого Бога. и приходит, в конце концов, тот момент в жизни его, когда жизнь сделает с ним то, что он повиснет между небом и землей. Насколько Давиду было печально, когда ему донесли и сказали о том, что умер. Алисалом, знаете, как он страшно умер. В него столько вонзили стрел, и он погиб. И вот Алисалом, Давиду доносят об этом. И в 18 главе, там написаны последним стихом, там написаны такие слова. Знаете, он смутился. И написано. Смутился царь и пошел в горницу над воротами и плакал. И когда шел, говорил так. Сын мой Ависалом, сын мой Ависалом, о, кто бы мне дал умереть вместо тебя Ависалом, сын мой, сын мой. Знаете, что произошло? Это не было просто печалью. Нет. Как нам сегодня кажется, что мы можем огорчить родителей, и будет какая-то определенная печаль. Знаете, здесь намного больше. Вот когда Давид произносил эти слова, Ависалом, сын мой. Вы знаете, в нем еще была и теплая ста надежда, потому что он объявлял своим храбрым людям о том, что оставьте его в живых. Вы представляете, Ависалом столько сделал против него, о, а Давид, вот в глубине сердца своего. Насколько у него было вот это вот такое большое и глубокое сердце, сердце любви, которое способно было прощать, миловать, любить и благословлять. И он понял, произнося эти слова, он понял, он проиграл это сражение за битву сына своего. Он проиграл в том, что он не смог его воспитать. Он не смог ничего сделать, чтобы вразумить, вразумить сына своего. Потому что он до такой степени был не послушан. Начиналось, как я уже сказал, с самого маленького. Ему хотелось просто взять и отомстить. И он не подозревал. Вроде благородное дело отомстить за сестру за свою, которую обесчистили. Он был недоволен отца своего, что отец никак не наказал сына своего, который это сделал. Итог. Проиграли все. И тот, кто хотел иметь власть, хотел иметь самостоятельность, и проиграл царь. И он понял, сражение проигранно. Для него самое важное. Знаете, мы в своей жизни иногда на первый план вставим то, что для нас очень важно. У каждого из нас есть какое-то сражение, в котором мы хотим выиграть. Вроде одержанна победа, и люди пришли и сказали, царь, ты благословен, потому что мы выиграли эти сражения. А Давид внутренне понимал, нет, я его проиграл. Я его не выиграл, я его проиграл. Битву за сына своего. Оно так и произошло. Зачем я сегодня читаю эти места священного писания? Знаете, если мы открываем книгу Библии Нового Завета, начиная с Евангелии и до Откровений, кроме одной книги, Деяния апостолов, в самом конце, там всегда стоит Аминь. Книга завершена. В Деянии апостолов, если мы открываем самую последнюю главу Деяния апостолов, и когда мы читаем это место священного писания, там написано 31 стихом, проповедует Царствие Божие и уча Господи Иисуса Христа со всеми, со всяким дерзновением не выизбрано, оно не закончено, там нет Аминь. Знаете почему? Потому что мы являемся продолжателями тех деяний, которые совершали первоначально апостолов. Деяния, оно пишется по сегодняшний день, потому что, дабы они не без нас достигли совершенства. Там нет Аминь. В своих сердцах, своей жизнью мы пишем, мы продолжаем писать то Деяние. И каково оно будет. Знаете, вот Деяния Ави Солома, оно закончилось печально. И Библия говорит, он повис между небом и землею. Это была ужасная смерть, когда его пронзали эти стрелы. Вот по этой причине я сегодня и хотел выговорить. Потому что каждый из нас, знаете, Библия говорит о том, что когда Христос так много совершал дел, не хватило бы книг, чтобы это все описывать. Невозможно это все описать, как он любил, как он благословлял, как он наполнял духом и благодатью своей. Жизнь многих великих людей, она менялась. И они действительно потом писали новую страницу жизни своей. Если мы берем Давида, и мы уже сегодня об этих, знаете, в местах Священного Писания говорили, действительно, это человек был, который мог каяться, который очень много мог изменять в жизни своей. Но он тоже обладал какой-то гордостью, потому что он был царем. Бог до такой степени благословлял его, и он ощущал это благословение. Если шла война, он был великим воином. Если он играл, он был замечательным музыкантом, он был замечательным царем. Он все выполнял под благословением Господнем. И он мог согрешать. но он менял. Он старался изменить очень многое в жизни своей, потому что он понимал, что он стоит пред Богом. И он каялся. Это было великое покаяние. Вы знаете, я хотел бы привести один из примеров. Библия говорит о том, что когда шло сражение с филистимлянами, то Библия говорит, Давид захотел пить. Я буду читать 23 глава 2 царства с 14 стиха. Давид был тогда в укрепленном месте и отряд филистимлян в Вифлееме. И захотел Давид пить и сказал, кто напоит меня водою из колодеза филистимского, что у ворот. Знаете, читаешь это место Священного Писания, думаешь, Господи, зачем он это делает? Вновь появилась какая-то страсть. Знаете, когда у человека появляется страсть, и Библия говорит, что именно из-за такой страсти он однажды согрешил, выйдя на балкон и увидев обнаженную женщину, что не было колодцев. Вот он захотел именно там из Вифлеемского колодца напиться. И он задает вопрос, ну кто, кто напоит меня? Конечно, нашлись очень храбрые люди, знаете, его страсть в этот момент она опережает его какие-то, может быть, мысли, чувства, опережает сердце его, разум его. Сегодня иногда с нами происходит то же самое, особенно с молодыми людьми. Мы хотим что-то предпринять. И когда нам дают определенные советы, мы порой не хотим служить, потому что страсть наша и желание наше, оно опережает все то, что находится в сердце нашем, все то, что сегодня находится в Священном Писании. И Библия говорит, эти люди, они пробились сквозь этот отряд филистимлян, и они принесли ему этой воды для того, чтобы он напился. с величайшей жертвой, подвергая жизнь свою определенной опасности. И знаете, Давид это понял. Он не стал пить эту воду, потому что он понял это, знаете, как чаша этой крови, этих людей. Они ради него это сделали, ради его страсти, ради его прихоти. Мы не говорим сегодня, как о царе, мы сегодня говорим, как о человеке, потому что он действительно был великим воином и великим царем, и мы ни в коем разе не можем умолять все его достоинства. Но мы берем именно пример, очень такого благословенного человека, который ходил пред Богом, и как сегодня ходим мы, потому что мы тоже продолжаем писать то деяние, той жизни, которую мы совершаем, и что мы пишем в жизни своей. Что сегодня мы пишем на скрижалах сердца своего. Как мы способны изменяться, как способны любить, как способны прощать, как способны благословлять. оно не закончено. Бог дал возможность каждому из нас быть участником этого деяния, собственной рукой, собственным сверцем своим написать на скрижалах сердца жизнь свою в Боге. только тогда, когда каждый из нас предстанет пред Богом, мы скажем «Аминь», и наше деяние, оно закончится. Но как оно закончится? В славе? Или в бесчестии? Или мы так и будем висеть между небом и землею? Обратите внимание, что говорит Давид, он сказал, «Тогда трое этих храбрых пробили сквозь стан филистимский и начерпали воды из колодеза филистимского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду, но он не захотел пить, и вылил ее во славу Господню и сказал, «Сохрани меня, Господь, что я сделал это, не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни и не захотел пить ее? Вот, что сделали эти трое храбрых!» Он понял, он победил свою страсть, знаете, он как бы по-новому пишет жизнь свою, он перечеркнул все то, что было прежде, он не мог поступить иначе, он видел храбрость этих людей, он видел их искренность, он видел их любовь по отношению к нему, не то, что они просто хотели угодить ему, потому что он был царем, нет, они воистину были храбрыми людьми, они воистину были теми воинами, которыми когда-то был он, и я думаю, что он представил себя на их месте, когда он сражался за царя Саула, потому что эта война была во имя Бога, и он все делал во имя Бога, и даже тогда, когда он приходил в этот стан, и он смотрел, удивлялся, почему же эти люди, они могут смотреть и слушать то, что говорит Голиаф, знаете, он бился за имя Бога, он готов был жизнь свою отдать, потому что он действительно был храбрым, он был великим, он увидел в них самого себя, он увидел их искренность и любовь к нему, слава Богу, знаете, это действительно любовь в Боге, это Божья любовь, готового положить душу свою во имя Бога за другого, и смотрите, как он говорит, что это как кровь этих людей, как же я могу пить, Господи, как же страсть моя обуяла меня, как же я вовремя не мог остановить ее, почему же я взял и подверг этих людей такой опасности. Если мы берем в Новом Завете и читаем деяния апостолов, апостол Павел, тот человек, который готов был, как ему казалось, во имя Бога, знаете, гонать верующих людей и готов был всегда быть первым. И как все в нем изменилось. Бог его сделает избранным сосудом, меняет жизнь ему. Понимаете, действительно, вот таким розчерком пера меняется вся жизнь апостола Павла, и Бог делает его избранным сосудом. Пишется новое деяние жизни его. И апостол Павел, в нем никогда не было сомнения, Господи, если я избранный сосуд, почему столько страданий? Почему я так часто должен находиться в этих узах, и вся моя жизнь практически заключена в этих узах? если мы читаем Деяния апостолов, особенно там последние главы, это 26-я, 27-я глава, когда его отправили на суд, и он должен появиться был в Риме, в Италии. Они сели на корабль. Знаете, Библия говорит о том, что Павел, и вот если мы читаем 27-ю главу, то там написаны такие слова. Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августополка именем Юлию. Мы взошли на дунгрийский корабль и отправились, намереваясь плыть около ассирийских мест. С нами был Аристарх, македянин из Фессалоники. Это уже не Павел пишет, а верный сын его в духе. Два человека они поплыли вместе с ним, чтобы как бы быть и поддерживать его в вузах. Знаете, это был избранный сосуд, и Бог нечто совершает. Он находится в вузах. Он должен предстать пред судом. И вы представляете такую картину о том, что, будучи на корабле, Бог говорит ему, я веряю всех этих людей в руки твои. Корабль погибнет, но люди все до одного, они останутся живы. По слову апостола Павла. И мы видим, как апостол Павел, он утешал этих людей тогда, когда была эта буря, тогда, когда неправильно поступил капитан. Но обратите внимание самое ужасное, когда войны поняли, что сейчас корабль разобьется, то они хотели истребить и умертвить всех узников, в том числе был и апостол Павел. Но Библия говорит о том, что но сотник, желая спасти Павла, удержал их от всего намерения и велел умеющим плавать, первым броситься и выйти на землю, а прочим же спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. Это был уже другой апостол Павел, который способен был страдать во имя Господа Иисуса Христа. Это не тот был, который дышал убийствами и угрозами. Это был не тот апостол Павел, когда изначально он полагал эти покрывала для того, чтобы убивали христиан. В его жизни все поменялось. Сегодня с нами должно происходить то же самое. Знаете, насколько замечательно в первом послании Петра, где апостол Петр, он пишет о том, что Бог сделал так, чтобы человек мог поменять жизнь свою, чтобы он не жил тем законом, законом осуждения, за которое следовало наказание, но чтобы человек в жизни своей жил ободряющим законом, давая возможность человеку познать, что значит любить, что значит созидать, что значит быть ответственным, что значит в жизни своей ощущать свой долг, обязанность пред Богом, пред людьми. Знаете, иногда мы живем, и как будто у нас нету долга, а потом, когда приходит беда и приходит проблема, мы начинаем понимать, осознавать, что Господи, Ты помоги мне. Мы начинаем искать какую-то помощь у людей, которых мы всю жизнь пренебрегали, мы никогда не способны были любить, мы никогда не способны были что-то исправлять в жизни своей по отношению к этим людям. Но когда приходит беда, и когда мы начинаем понимать, осознавать, что мы должны что-то поменять в жизни своей, что кто-то должен поменять нам, не мы, потому что мы уже не в состоянии, потому что мы начинаем понимать, осознавать, мы как Мы небом и землею. И что будет с нами дальше? Насколько замечательные слова оставляет здесь в Писании апостол Петр, показывая нам, что мы можем по-новому совершать новые деяния в жизни своей. Мы можем все поменять через Бога. И в нашей жизни все будет по-другому. Мы познаем, что значит любить. Мы познаем, что значит быть прощенным, что значит благословенным. Апостол Павел и апостол Петр, они берут замечательные примеры, оставленные в священном Писании. Примеры неба, примеры Царства Божьего и Царства Небесного. И как бы опускают сюда на землю и дают возможность нам войти в это Царство. Царство, где нету плача и слез. Где способны любить друг друга. Где способны понимать и благословлять друг друга. Где за другого другая душа готова действительно к храбростью своей вере. Знаете, я не побоюсь этого слова сказать, порой положить душу свою за любимого человека, которого способен любить, которого способен прощать. Насколько замечательные примеры оставлены в священном Писании. Он говорит, возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плоских похотих, восстающих на душу. И продолжать и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что засловят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши. Вы представляете, как можно жить, когда те грешники, которые когда-то знали вас и знают о том, что вы служите Богу, а не хулили имя Бога. Потому что наша праведность, она была запачкана. Потому что на самом деле мы не служили Богу, мы служили плоти своей, мы служили похоти своей. И страсть, она обладала нами. И когда Бог начинает менять жизнь человека, и когда способны прощать врагов своих, благословлять проклинающих, познавать, что такое любовь, ощущать в сердце своем прощение, тогда приходит долг и обязанность. Знаете, апостол Павел готов был положить душу свою ради сородников своих, которые на самом деле весь закон ослабили плотью своей и не хотели служить. Я всегда задаю вопросы и думаю, Господи, как же нужно проводить добродетельную жизнь, чтобы те, кто, глядя когда-то на нас, и говорил о том, что ты не можешь быть верующим человеком, потому что ты поступаешь так же, как и я. Ты такой же язычник. Ты только говоришь, что ты любишь Бога. Но живем мы одинаково. И когда такой язычник не видит разницы между тобою и мною, он хулит имя Бога. Апостол Петр призывает и говорит, возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, удаляться от этой страсти и проводить добродетельную жизнь. Тринадцатый стих. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителям, как от него посылаемый для наказания, преступлений, для прощения, делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы вы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Как нужно сегодня жить, чтобы заграждать уста безумных людей, которые порочат верующих людей, порочат Бога. Господи, Ты даешь нам, и мы насознаем, Господи, что наше деяние, оно не закончено. Господи, Ты не сказал еще «Аминь». Ты даешь возможность, наполняя нас Духом Святым, все поменять в жизни нашей. И, как я уже сказал, и апостол Петр, смотрите, как небесное, да, он преподносит для каждого из нас, как мы должны жить. Знаете, яркий пример апостола Павла, показывая взаимоотношения между мужем и женой, потому что только совершенная любовь может быть в церкви Христа. и его невесты и жениха. И апостол Павел, и апостол Петр, он говорит о том, что точно так же должны любить жених и невеста, муж и жена. И ярче примера не может существовать, потому что это таинство небесное. И завесу это таинство может приоткрыть только тот, кто действительно полюбил, кто действительно понимает, что тот человек, который близок мне, который дан Бога мне, я готов положить за него душу. Я готов всегда его прощать, любить, благословлять. И знаете, он даже не замечает, как они становятся одной плотью. А так, апостол Петр говорит, так же и вы, жены, повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову житьем жен своих, без слова приобретаемые были. Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житье, да будет украшением вашим ни внешнее плетение волос, ни золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек, в нетленной красоте, кроткого, молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуя своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети, ее, если делаете добро, не смущаетесь ни от какого страха. Так живы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказываем честь, как сонаследницем благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Насколько нежно, насколько благословенно и трогательно все это описывает апостол Петр, понимая, что это взято от самого Бога, это взято с неба. Это Царство Божие, Царство Небесное и дает возможность сегодня молодым людям входить в это Царство, любить, рождать детей, воспитывать. Слава Богу! Пусть нас Бог благословит, потому что сегодня тоже замечательный день, как для Церкви, так и для некоторых людей в отдельности. Сегодня мы будем делать это обручение. Это действительно большая радость, радость в Церкви, радость пред Богом. Я думаю, что радость родителей, когда дошли до определенного момента, воспитали. Господи, и мы являемся свидетелями рождения новой семьи в Царстве Божьем, в Царстве Небесном, где способны любить и прощать, где способны оберегать так нежно, где сегодня способна сестра украшать себя ничем-то мирским, ради мужа. Понимаете, как церковь ради Христа украшать вот себя словом, повиновением, кротостью, смирением. Это как надо жить, чтобы приобретать мужа. Да, пусть это будет говориться о каком-то неверующем, но как нужно любить, как нужно вести себя, чтобы ничего не говорить, просто, может быть, смотреть в глаза и другой человек верит в то, что они любят друг друга. Не надо доказывать, не надо признаваться, не надо говорить, как я люблю тебя. Сами поступки, сами дела, сама-то преданность во взгляде, в поведении, в словах, они говорят все, как они любят друг друга. Готовы, я не побоюсь этого слова сказать, когда это в Господе, и положить душу друг за друга. Пусть Бог благословит наших молодых и сегодня мы будем молиться, это действительно радость. Я хочу, чтобы сюда на это место вышел брат Михаил, пожалуйста. Мы приглашаем сестру нашу, Аня. Пусть их Бог благословит. Я думаю, что в церкви об этом на протяжении всей их жизни сказано очень много. как надо любить, как надо созидать семью, как надо воспитывать детей, как ходить пред Богом. Потому что, дорогие мои, в вашей жизни еще есть тот путь, где вы можете писать это деяние, деяние в Боге. и дай Бог, чтобы Бог вас благословил, чтобы в конце вашей жизни, когда будет сказано это слово «Аминь», «В вашем сердце был мир, любовь, дети, внуки, правнуки». Насколько это замечательно. Знаете, да, мы, может быть, говорим, как будто мечтаем об этом, но поверьте, в Боге есть жизнь. Это все реально. Любить и благословлять, чтобы вы всегда были как бы покорны друг другу, как в Господе, чтобы способны были что-то менять в своем деянии, убирать все то, что разрушает семью, все то, что не назидает вас, все то, что способно разъединить вас, но чтобы вы всегда писали деяния только то, что вас объединяет, что способно вас приводить к великой любви в Господе. И я думаю, что мы сегодня, церковь и служителя, желаем вам только одно – благословения свыше. И Библия говорит, что благословение Господне, оно печали не приносит. Знаете, насколько приятно смотреть на молодых тогда, когда они готовы созидать новую семью, когда они действительно готовы писать новое деяние жизни своей. И у них еще, знаете, далек этот путь, по которому можно идти и идти, созидать и созидать, благословлять и благословлять. Пусть их Бог благословит. Мы желаем вам самого доброго, самого прекрасного, чтобы вы всегда оставались верными друг другу именно в Господе Иисусе Христе, потому что Бог любит вас и Бог благословляет вас. А вы должны остаться Ему верными для того, чтобы благословение Господне никогда не прекращалось над вами, над вашим домом, над вашими будущими детьми. И пусть вас Бог в этом благословит. Знаете, я хотел бы, чтобы сегодня Церковь Божия могли встать на наши ноги и молиться, благословлять их благословение Господним, и чтобы это благословение никогда не прекращалось. Даже в трудные минуты, может быть, болезни, каких-то незгод, проблемы, трудности, они оставались верны и в сердце своем ощущали ту любовь Божью, то благословение, которым Он их сегодня благословляет. Слава Богу! Пусть вас Бог благословит, будем молиться. Слава Богу! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова А.Кулакова Субтитров А.Кулакова